криптовалюты почему так много шумихи вокруг них и какие есть очень распространенные заблуждения которые в том числе и ходят среди профессоров экономики по поводу криптовалют вообще по теме биткоинов в частности криптовалют я написал диплом бакулаура искрестно выпускную работу магистра поэтому как бы самое главное чтобы независимо от того вам 11 30 60 лет или вы приехали из батайска чтобы все поняли что такое такое поэтому давайте для того чтобы вообще понять в чем особенность биткойна давайте немного небольшая тематика по поводу денег для того чтобы мы могли понимать сравнение в чем особенность биткоин вообще история денег в процессе всего времени изменилась всего ушла 4 стадии первое разумеется это были товарные деньги или как сейчас называется бартерный обмен это вполне естественно было примеру на островах дуземцы между собой обменивались ракушками в россии когда у нас даже в том числе в киевской руси когда у нас был в обороте видно в том числе и мы использовали для обмена соль меха и все прочее но здесь возникает очень большая сложность в том что допустим если мы обмениваем к примеру соль на меху нам достаточно просто отсыпать соли необходимое количество грамм но в случае если мы хотим наоборот и обвести соль то мы не можем меха только нормально поделить это не очень удобно и тем более здесь возникает такой один парадокс который называется по сути парадокс воды и алмазов возможно кто-то из вас про этот парадокс слышал если интересовались экономика давайте расскажу вам пример вот вы молодой человек если я вам предложу воду или алмазы что вы выберете воду почему согласен но если прямо сейчас конкретно я предложу вам несколько краток алмазов или бутылку воды вы выберете алмаз да это вполне любой нормальный человек так сделал потому что алмаза стоит намного дороже ну давайте перенесемся в другую ситуацию ты находишься в пустыне в сахаре тебе не за сколько я тебе предложу либо алмаз либо воду высоко 100 выпишет вполне очевидно воду и возникает вопрос полезности же если мы выпиваем одну бутылку воды в сахаре то у нас полезность воды намного выше чем полезность алмаза случае же если я предложу ему в той же сахаре примеру 30 литров воды то вряд ли ему все 30 литров нужны, потому что возникает предел полезности. С каждым последующим употреблением товара его полезность падает. В случае же, если я ему предложу 2 литра воды, он их выпьет. Третий литр он уже умоется и так далее, он потом помоет полы и так далее. И здесь возникает сложность того, что мы оцениваем ценность всего очень субъективно. Нет какой-то определенной рыночной цены воды и алмаза во всех ситуациях. Да, у нас понятно, что если мы пойдем на рынок, мы алмазы намного дороже купим, чем воду. Но в общем смысле, при неравных условиях, их стоимость будет абсолютно разная для разного рода людей. Цена очень сильно субъективна в данном случае. В течение времени, когда у нас уже начали использовать металлы, в том числе для обмена, драгоценные медаллы, серебро и золото, здесь также мы столкнулись с такими сложностями, что, допустим, если мы покупаем меха за золото, за цветок золота, то возникает сложность того, чтобы взвесить этот цветок золота, перевести, он достаточно тяжелый, его неудобно носить. И тем более, ну, необходимо для ценности этого цветка определить его пробу. Тогда уже со временем мы начали ставить определенные печати на монеты, на золото, для того, чтобы подтвердить его определенную ценность. Таким образом у нас со временем появились первые монетные, чеканные учреждения, которые занимались, примерно, выпуском уже монет, цветков золота, они подтверждали их стоимость. Именно таким образом у нас со временем появились обеспеченные деньги. Золото становилось не очень удобно носить, и поэтому ты приходил в банк, отдавал два цветка золота, и тебе в обмен отдавали бумажку, на которой было написано, что за эту бумажку вы можете обнять два цветка золота. Это намного проще через бумажки, чем таскать с собой два цветка золота. И именно это и называлось уже обеспеченные деньги. Первые банкноты, и само слово банкнота, оно банкнот, то есть банковская запись. То есть банковская запись, где говорится, что у тебя есть два цветка золота. Разумеется, позже мы уже ушли от обеспеченных денег и перешли к фиатам, не обеспеченным, которые у нас есть сейчас. Если сегодня вы придете с билетом Банка России и скажете, что я хочу его обменять на золото, которое мне полагается из золотовалютного резерва, разумеется, нас посмотрят на дурачка, потому что эти деньги не обеспечены. Нет всего того золота у нас на данный момент для того, чтобы обеспечить все деньги, которые находятся в обороте. Вот если так говорить прямо, то ценность нынешних денег заключается только в том, что наше правительство и правительство любой другой страны сказало, что оно ценно, мы его принимаем. Его вся ценность заключается в том, что деньги, у них очень высокая ликвидность, то есть они очень легко обменились на какие-то другие товары. Я вам дам тысячу рублей, и вы их примете только потому, что вы знаете, что эти тысячи рублей у вас могут принять везде. И уже спустя время с развития информационных технологий начинали появляться электронные деньги, цифровая валюта, электронная валюта. Но здесь возникает очень большая неточность. Когда я писал выпускную работу бакалавра и магистра, в общем, это было очень тяжело согласовать, это точный термин, как вообще все это называется. Потому что до сих пор даже в научном сообществе не знают, как правильно называть те деньги, которые сейчас есть, и каким образом их классифицировать. В 2014 году выходил доклад ФАКС, это организация, которая занимается противодействуя отмывания денег в мире. Они выпустили выпуск, где они в целом описывали криптовалюты, в частности биткоина, и рассказывали вообще, что они из себя представляют. И мне было очень интересно видеть в серьезном межгосударственной структуре описание о том, что такое золото из компьютерной игры World of World of Warcraft. Наверняка вы играли и понимаете. Здесь возникает сложность того, каким образом мы можем законодательно отделить деньги, за которые вы можете купить себе капитульную лошадь, от тех денег, которые мы сейчас можем намайнить себе на рынке криптовалют. Опять же возникает сложность того, как мы можем отдачить деньги на электронной карточке, а денег криптовалюты. Законодательно сейчас разницы нет между ними. Но она очень размытая и непонятная. Поэтому точного термина на данный момент, к сожалению, нет. Конечно, давайте будем двигаться дальше. Чтобы понимать, что биткоин, в частности, и вообще криптовалюты в целом подходят под деньги, давайте разберемся вообще, в чем же у нас основные свойства денег и почему они должны соответствовать. Разумеется, это качественная однородность. То есть каждый рубль в вашем и в моем кармане по качеству абсолютно одинаков. Он везде будет у нас стоить, во всех уголках России будет стоить 1 рубль, независимо ни от чего. Делимость и объединяемость. Это означает то, что, допустим, 1000 рублей будут равняться 2 купюрам по 500, 10 купюрам по 100 рублей. Это, в принципе, весьма очевидно. Сохраняемость, разумеется. У нас деньги должны очень долго храниться. У них будет очень маленькая ценность, если купюра будет храниться 2 месяца, и она будет способна пропадать и так далее. То есть, чтобы она сохраняла свою ценность, и она не уменьшалась в течение времени. Именно поэтому мы со временем аж отошли от биметаллической и монометаллической системы, когда вы даже сейчас можете купить слиток золота, если вам, конечно, хватит денег, и выйти из банка, то уже к моменту, когда вы переступаете банк, порог банка, стоимость слитка, которая у вас есть, падает примерно процентов на 20 ориентировочно. Поэтому золото с временем перестало проходить. Разумеется, портативность. Ну, это вполне очевидно. Узнаваемость, рубли у нас знают везде. И безопасность, то есть, сложность подделать. Именно для этого с течением времени у нас изменялись купюры, добавлялись новые возможности для того, чтобы их было очень тяжело подделать. Но как это все относится к биткоинам? В целом, все качества, которые я здесь описал, они, мы их можно отнести к криптовалютам. Если мы не согласны, давайте мы с вами подискутируем об этом в конце. В целом, конечно, есть такие моменты, которые я знать не могу, потому что я рассматривал к криптовалютам исключительно только с экономической точки зрения. И когда я писал анонс, я сказал, что я бы очень сильно хотел бы уйти от такой вещи, как блокчейн. Но, к сожалению, для того, чтобы понять, как вообще все это работает, я нашел информацию, многое переделал о том, чтобы максимально доступно объяснить, как все это у нас работает. Да, биткоин, разумеется, это у нас всего лишь одна из многих криптовалют, которые сейчас имеются. Сейчас их уже порядка 1100, если мне не изменяет память. Я специально даже посмотрел информацию по 20 самым популярным. Из них я название знаю буквально всего несколько. Вот биткоин, лайткоин. Вы можете посмотреть. Первая строчка маркетка это нынешняя капитализация рынка. То есть сколько стоит вся эта валюта, которая находится непосредственно на рынке. Биткоин, разумеется, он самый узнаваемый. У него наибольшая капитализация, его больше всего. И он на данный момент один из самых дорогих, представленных здесь. Также я попрошу обратить внимание на то, что в целом большинство из тех криптовалют, которые находятся, они в зеленой зоне. То есть в целом они за последнее время росли, что немаловажно. Почему так происходит, я объясню чуточку позднее. Давайте будем идти дальше. Вопрос, почему биткоин и вообще та система, которая была для него разработана и придумана, настолько популярна и универсальна. Давайте представим, что сегодня утром я проснулся и начал вести дневник. Возможно, может быть, кто-то из вас это учитал. Стоя измелье проснулся, позавтракал, течение дня у меня были еще какие-то действия. Потом я приехал сюда, в место. И, допустим, сейчас у меня Лена попросила дать ей в долг 100 рублей. Я записал себе это в дневник, написал, что в 132 записать дал Лене 40 рублей. А я, собственно говоря, прочитал срочку этого слайда. В будущем, буквально, может быть, через два дня я предупление и скажу, Лен, слушай, я тебе дал 100 рублей. Возвращай мне их обратно. Она их не захочет, к примеру, возвращать, и тогда она найдет мой дневник, исправит 133-ю запись и вместо дал 100 рублей там, допустим, я пишу чехну. И тогда я не смогу ей доказать, что я давал ей деньги в долг. Тогда здесь возникает как раз таки вопрос того шифрования и криптовалюты, почему она называется вообще крипто. Честно, я вот не особо сильно разбираюсь к криптографии, но давайте вы мне просто на слово поверите, я вам сейчас в целом объясню, как это работает. К примеру, представим, что на компьютере я нашел себе программу, которая кодирует у меня какое-то слово. К примеру, если я напишу курилку, кто мне вырастет эту строчку. Но при этом, если я добавлю пробел или восприцательный знак, я получил абсолютно другой набор символов. Я подумаю, очень интересно, я могу это использовать. Давайте для воплощения вместо всего этого набора цифров и бомб мы будем использовать сами всего лишь четыре цифры. Чтобы можно было понимать. Итак, вместо того, чтобы просто писать, я решил делать записи с использованием как раз таки этого кодирования. Изначально я же просто четыре единицы. Потом опять же написал проснуться и после чего загнал в эту программу надпись проснуться и мои первоначальные четыре цифры. Получил я из них четыре тысячи сто семьдесят восемь. Примерно. И так дальше у нас происходит. То есть, следующая срочка это у нас уже, я забыл программу, позавтра был и ту сумму, которую я получил в предыдущий раз и таким образом в течение всего дня. Что в этом случае возникает? В случае, если я приеду к Лене и скажу, что Лен, ты должна мне кинь, и она захочет опять что-то исправить у меня в дневнике, то для этого она должна будет вместо дал 100 рублей Лене, внеси другую запись. Но возникнет сложности с того, что число, которое я написал потом, оно не будет совпадать. А если не будет совпадать оно, то уже не будет совпадать число 133-х записей, где я написал, что использовал 10-10 и 132 разокси. И таким образом получается, что для того, чтобы ей нести какие-то исправления, ей необходимо будет исправить все последующие записи и пересчитать. Но, к примеру, давайте допустим, что она сделала это. Это весьма тяжело, но она реально переписала весь твой дневник. Хорошо. Давайте тогда сделаем по-другому. Немного еще раз усложним это все. Я решил, что для того, чтобы все было еще более защищенно, я решил, чтобы все мои числа, которые я высчитываю, заканчивались на 2 единицы и добавил ко всем всем записям так называемую ноду и подобрал ее таким образом, чтобы все числа заканчивались у меня на 2 нуля. Допустим, для того, чтобы мне найти такое число, мне нужно, допустим, 50 значений перебрать, к примеру. То есть, вначале я проснулся и подобрал такое число, чтобы у меня получилось число, оканчивающееся на 2 нуля. Я перебрал 50 значений. И так дальше я опять же складывал как в предыдущем, в предыдущий раз, но при этом добавлял какой-то определенный символ для того, чтобы у меня получилось 20 здесь возникает сложность того для того чтобы лена несла какие-то исправления она не только переписала весь дневник но при этом не пришлось на каждом этапе перебирать числа понимаете дальше сейчас привлечь здесь возникает примерная сложность разумеется когда у нас уже возникает вопрос биткоина и криптовалют мы это намного все остальным что было бы сложно посчитать не только лени и допустим 20 людей у которых она наняла для того чтобы исправить дневник но для того чтобы это было сложно рассчитать компьютером теперь давайте представим что я также дневник отдал тебе 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 и вот мы все кто сейчас находится введем мой дневник записи на сколько я проснулся кому отдал денег долг все вместе мы все вместе подбираем числа для того чтобы у нас получалось два нуля и случае если кто-то находит то мы договорились все между собой что человек который подавил правильное число для кодирования там даем в подарок допустим один легко на этом принципе не основывается тот принцип майнинга который сейчас существует майнинг это процесс эмиссии криптовалюты каждый кто занимается и миссии талит вычислительные мощности своего персонального компьютера своей фермы еще чего-то для того чтобы поддерживать стабильность работу переводы и кодирование данных в системе биткойна и это относится в принципе ко многим другим криптовалютам которые есть сейчас этот момент я надеюсь понятен в целом в общих структурах отлично давайте тогда будем двигаться дальше собственно говоря поэтому здесь возникает момент того что нас очень много тех людей которые занимаются биткоином сразу сразу скажу тот вопрос который должен быть в первую очередь позвучать от всех сколько ты заработал на биткоинах да давайте скажем честно я никогда не торговал я никогда их не маме я никогда не занимался по одной простой причине что для того чтобы их манить достаточно купить себе видео аккаунта там ее разогнать и все прочее но можно даже посчитать прямо сейчас на кальпуляторе сколько у нас там допустим одна новейшая видеокарта принесет денег ну и я чистками не особо сильно этим интересно заниматься исключения писал диплом на эту тематику самый главный вопрос еще возникает почему вообще из чего складывается у нас цена биткойна она исключительно складывается только на законе спроса и предложения то есть те люди которые продают за определенную стоимость примеру вот три человека из нас хотят продать мне биткойны допустим по 100 рублей я говорю что да я готов купить биткойны по 100 рублей мы получаем что у нас стоимость биткойна получается 100 рублей примерно течение всего времени у нас стоимость биткойна изменялась там ну практически от рубля когда он был создан еще в начале десятых годов если не ошибаюсь на данный момент сегодня он стоит одна единица по-моему трех тысяч 100 долларов то есть ну понятно что эта стоимость со временем очень сильно изменилась и это не самая большая стоимость которая была со временем сейчас много очень забавных историй можно найти в интернете когда кто-то еще на зарождении всех этих криптовалют купил себе пиццу там за 100 биткойнов на тот момент это были сущие копейки да ну то есть там 5 баксов а на сегодняшний день этот человек купил себе пиццу по стоимости неплохого загородного участка в ЖК Суворовске ну к примеру да срегируемся от этого и один большой вопрос который всегда возникает но давайте мы сейчас будем рассматривать исключительно нашу страну поднимите руку те кто знает что биткойн у нас запрещен россии два человека три человека не важно и миссия операции с ними давайте в широком смысле да ну не совсем мы правы это была очень большая проблема когда я начинал писать дипломную работу мне сказали что а что вы собираетесь по этому поводу писать а я очень большую часть свою работу уделил тому юридической части вопроса криптовалют так вот никогда не было ни одного закона касаемого биткойна на данный момент на полном серьезе говорю сейчас я расскажу вам почему так произошло если мы зайдем на сайт центрального банка россии и забьем там вопрос биткойн или криптовалюта мы получим там всего пару документов это там допустим выпуске факт какие-то журналы еще что-то но реально то что писал сам центральный банк всего один документ сейчас примерно вы можете его прочитать но здесь не так много важно целиком есть документ на полном серьезном говорю называется он пресс-релиз давайте будем честны друг с другом пресс-релиз не несет никакой юридической силы здесь возникла сложность того что мы узнали об этом пресс-релизе от пресса не от пресс-релизе от социального банка россии а от лента в точка рум и груза что вы читаете смотрите по телеке это абсолютно неважно нам это предпринесли эту информацию так что биткойн запрещен мы если мы обратимся к первой источник и начнем читать что если возникает два главных момента первый из них это строчка о том что согласно закону о центральном банке российской федерации выпуск на территории российской федерации денежных суррогатов запрещается идем дальше как раз таки это полагает то о чем поговорить по поводу эмиссии да вы примерно право но сейчас объясню в чем здесь возникает юридическая загвоздка исходя из этого они говорят что все операции с криптовалютами мы будем рассматривать как потенциальную вовлеченность но это не означает то что будут вовлечены почему они хотят вообще так это рассматривать в первую очередь то что биткоин анонимен вы все слышали об этом но анонимен в целом относительно если вы сегодня скачаете клиент по майнингу или там себе кошелек то краски скачать весь тот дневник кто кому перевел денег то сколько выпустил денег только мы в долг сколько дал это сейчас на данный момент кошелек данных гигабайт 17 ориентировочно где-то в том районе насколько я помню 16 гигабайт это было буквально пару лет назад да вы можете посмотреть еще самый первый биткоин когда появился когда ему перевели за сколько в какой период времени это произошло но вы не можете привязать номер кошелька к человеку разве что только вы не берете к нему домой и найдете кошельку с ключом на компьютере здесь возникает такой вид они говорят что раз это все анонимно то это может может использоваться для финансирования терроризма и легализации денег поэтому нам это не нравится об этом говорит и центробанк и минфин и росфин мониторинг который как раз таки и занимается тем что противодействует легализации трансирования терроризма по поводу закона о том что запрещен выпуск суррогата для того чтобы понять что вообще запрещено давайте поймем что такое суррогата если мы обратимся к вопросу что такое денежный суррогат то мы найдем определение что суррогат это заменитель законного платежного средства или денег вообще который выполняет все или части функций таких как средства обращения поддержать или сбережения и давайте же подумаем к всему этому относится криптовалюта да тогда возникает вопрос а в чем сложность именно и здесь возникает основная загрузка давайте представим что завтра я запретил ну запретил кататься вам на велосипеде и вот вас девушка красных штанах я увидел что вы катаетесь на велосипеде я надеюсь полномочия вас остановить и сказать что согласно закону о центральном банке россии кататься на велосипеде запрещено я составлю на вас протокол и тогда возникает вопрос что следует дальше понятно что наказание если это запрещено должно какое-то наказание понести ответственность вы всегда можете в нашем государстве тремя мерами первый из них это дисциплинарный я скажу что так плохо больше не делайте вторая административная ответственность которую регулирует кодекс обеспеченных правонарушениях я наложу штраф за езду на велосипеде и соответственно уголовная которая совмещает себе денежный штраф и взятие под стражу на определенное время так вот ни в одном кодексе у нас нет запрета ответственности за выпуск суррогата нет такой то есть это запрещено но привлечь вас к этому не можем именно и здесь возникает очень большая сложность когда впервые начали трубить что вот биткоины это опасно это интересно в четырнадцатом году начали делать первые законопроекты касаемые биткойна для того чтобы понимать как их регулировать давайте ведем ответственность за это все но в действительности не было еще ни одного законопроекта что-то готовили что-то подготовил министр финансов но госдума не пропустила ни один проект на данный момент возникает несколько сложностей самая основная каким образом нам стоит идентифицировать криптовалюту bitcoin в том числе как самую популярную криптовалюту кто-то предлагает это делать как электронный товар но возникает сложность а если я хочу допустим себе купить картинку интернете это же тоже электронный товар а если возникают сложность того чтобы ввести как это как электронная валюта здесь вообще нет четко понять я о том что у нас электронная валюта что у нас цифровая и тонны деньги сейчас постоянно возникла сложности том чтобы раз таки как я говорил нет четкой границы того что из себя представляет криптовалюта поэтому на данный момент сейчас у нас ведутся различные разработки в законотворчество для того, чтобы добавить уголовную ответственность за выпуск 40-кратов, в частности, криптовалюты, потому что у нас есть уже фальшивомонечество, то есть когда вы подделываете существующие деньги, но по поводу эмиссии новых денег нет ничего сейчас, к сожалению или к счастью. Как это будет происходить дальше, непонятно, но однако сейчас уже я заранее решил проверить, а привлекали ли кого-то в действительность за биткоин. Я зашел на государственную, я забыл, как она называется, честно расшифровывается, Газправосудие, в общем, называется система, в которой вы можете посмотреть историю практически всех, которые не закрыты в заседании, по всем делам, которые у нас прошли по всей стране. Я зашел и решил проверить, что у нас произошло с биткоином. Всего было 120 типей дел на данный момент за все время, ну из тех, к которым можно получить доступ. Примерно где-то 30% всех дел, которые были, разумеется, это уголовные дела, связанные как раз с этим, с чем сейчас борется у нас Росфин Мониторинг. Это отмывание и легализация денег, и, разумеется, предикатные преступления, которые с этим связаны. В частности, это статья 28 и сопутствующие приобретения наркотиков, потому что это лучше, чем через киви или через карточку, которую можно идентифицировать. С биткоином это немного затруднительно. Этих дел не очень много, то есть получается там что-то около 30, наверное. И вопрос остается лишь в том, что действительно ли так много используют биткоина в незаконных целях, или просто об этом не могут узнать. То есть либо их не используют, либо мы просто об этом не знаем. Очень много, примерно большую часть, примерно 50% от всего этого, составляют дела, связанные с гражданским кодексом. Это блокировка информации в интернете по поводу биткоинов. То есть, в частности, блокировали биржи, все остальное. Но давайте будем говорить откровенно. У нас блокировка сайта происходит уже очень давно. И из тех, кто из вас продается, допустим, скачивает игру из столов, вам это никогда не мешало скачивать сериалы, фильмы, игры и так далее. То же самое, в принципе, я думаю, происходит и с криптовалютами. И всего одно дело по административному производству в городе Чита. Это примерная выдержка из этого судебного дела. Вы можете пока почитать на фоне. Я не знаю, почему сегодня утром я нашел всего одно административное дело. До этого их было три. Почему все тоже по-прежнему в городе Чита? Возможно, просто потому что таможенники, которые работают там, они немножко более прохладные, чем все остальные. Чтобы вы понимали, человека задержали на автомобиле, провели досмотр. И обнаружили у него, значит, стойки для того, чтобы майнить криптовалюту. И хотели его, значит, привлечь к административной ответственности за неправильное декларирование товаров. Я не помню правильное название этой статьи. Но все это закончилось тем, что судья не усмотрел никакого преступного умысла. И этот человек делался просто устным замечанием. То есть здесь понятно, что реального на данный момент противодействия криптовалютам, если оно есть, то только информационное. И насколько оно сильно действенное, сложно сказать, потому что блокировка сайта у нас не работает практически. Вы все это прекрасно знаете, не раз обходили. Это достаточно скачать расширение для Google Chrome, и у вас все уже на данный момент открывается. В целом, из таких как бы интересных частей, это все, что я могу на данный момент рассказать, потому что я не творю законы. Я не могу знать, как это будет происходить. И только нужно реально иметь больно разум, чтобы понимать, каким образом у нас дальше все это будет происходить. Но давайте будем честны друг с другом. Я подозреваю, что скорее всего на данный момент мы будем это регулировать. Разрешать вряд ли это кто-то будет, потому что нам проще, скорее всего, запретить то, что очень сложно регулировать, чем пытаться это отрегулировать. Обложить налогом это затруднительно. Вы не сможете идентифицировать, кто сколько тратит. Запретить кому-то покупать что-то в интернете, будь то что-то легальное, музыка, кино или наркотики, это также сложно отследить. Поэтому вопрос, как мы это будем регулировать, непонятен на данный момент. Но исходя из того, что у нас много готовится законопроекта по тому, чтобы запретить анонимайзеры, все остальное, то, скорее всего, мы движемся к тому, чтобы, скорее всего, эти биткоины запрещать, нежели чем их легализовать. Спасибо. 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 Спасибо.